Если вы хотите зарабатывать больше мужа и стать главой семьи, то вам нужно идти на наш курс Мастерство плюс Арафан. И как Марго, которая сегодня с нами будет в прямом эфире, расскажет вообще, как она дошла до жизни такой, зарабатывать больше денег, чем мужчина. Я надеюсь, что это не испортит брак и все останется хорошо. Итак, Марго, привет. Здравствуйте. Слушай, давай, выходи из обморока. Мы на «ты» забыла, что ли? Во-первых. Во-вторых, чуть громче говори. А в-третьих, сколько тебе лет? 25. Ты совсем как ребенок выглядишь. Молоденькая. Слушай, ну, я открыла сейчас секрет всем твой. То есть ты зарабатываешь уже больше мужа, да? Да. Это, наверное, тяжеловато для мужчины, но зато будет стимул расти ему, да? А не сидеть на жопе ровно и развиваться и зарабатывать больше, чем ты. Слушай, первый вопрос. Во-первых, где ты живешь? А во-вторых, что тебя побудило пойти на курс? Я живу 400 километров от Москвы. Вот. Я когда только отучилась, у меня было вообще мое обучение основное по напылению. Оно длилось неделю. После этого я поняла, что это, ну, никакое обучение вообще. Плюс у меня потом мой учитель поставил в ЧАЭС, сказал, что везде. То есть мы остались только на сообщениях. Это если нужна какая-то помощь. Она сказала, пиши мне по сообщениям. В соцсети все она меня добавила в ЧАЭС. ЧАЭС это чё? Вот, чтобы там не было, да, чтобы не было никакой конкуренции, чтобы тебя не видели у меня. Вот. Я, конечно, поняла, что обучение у меня было, ну, так себе. Я чисто, я понимала, что это, ну, не очень. И пошла туда учиться, потому что мне надо было понять, как с кожи себя вести. Вот. Но ничего положительного из этого особо не было, конечно. Косяков сильных, ну, ничего не было таких. Вот. Я нашла вас. Подожди, а куда ты это училась? Ты относительно слез? Свежий мастер у нас получается? Нет, в 21-м году. А, уже несколько лет работаешь, да? Потому что ты вот присылала работу, сейчас я покажу, по растушевкам. Найду их. В 21-м году. Короче, тебе было недостаточно, но ты всё равно продолжала работать и что там? Исправляла ошибки свои, да, в работе? Да, я тут же нашла вас и начала искать, ну, вот, все ваши видео посмотреть, потому что их на тот момент уже было очень много и полезных. Вот то, что мне помогло. Угу. А вот эти работы, я сейчас смотрю, это относительно новые или старые? Расскажи. Это давнейшие, вот, относительно, года два, может, им. А, ну, как раз примерно после обучения тогда, да? Ну, у тебя... А ты... А есть художественное образование какое-то у тебя? Нет. Нет? А, о, прикольно. Нет. Ну, я там на стенах могу дома рисовать. Что, фломастером? Чем? Что это за? Как это? Ну, да, относительно, да. Слушай, я знаешь, что помню первое... Ну, не первое воспоминание, я помню, я стою в углу, у нас такая зеленая, бледно-зеленая какая-то побелка на стене, и когда ее слюнявишь, она становится темно-зеленая. Я помню, вот, я стою и слюнявлю эту стену, рисую на ней, потом еще за это получала пиздюлей, потому что это как-то необратимо портило эту побелку. Художники мы такие, художники. Так, я сейчас ищу, знаешь, что показать? Ты мне расскажи. То есть ты в какой-то момент начала осваивать волоски, да, сама? Вот. Вот это что? Да, это волоски. Если вы найдете, там есть одно фото, замыленное такое, я вот отдельно вам волоскинула, а эта женщина, когда я вот только-только вас увидела, я такая думаю, так, надо волоски сделать. А, вот это? Вот, да-да-да, вот это, да. И если кто-то делал какие-то там связки, то я нет. Я так считаю. Волосков достаточно. Причем у нее нету своих волос вообще на бровях совсем, да? Да, у нее не было совсем. И я считала, что это, о, класс. И чё, шли клиенты на такие работы? Нет, это никуда не годится. Да нет, нет, я вам скинула в сообщении, вы сказали, нет, тебе надо вот такое не делать, лучше иди учись как бы ко мне. А, я с тобой общалась где-то, да? Ты мне присылала свои работы? Да, я вам, да, я в личку вам скинула, вот, в Инстаграм, вот, и вы сказали, что нет, такое никуда не годится. Но вот здесь, смотри, я вижу уже более сложная работа со связками, с какими-то вот этими соединениями гиперреалистичными. Это года, это два года назад где-то. Угу. И такие работы тебя тоже не устраивали? Даже больше, больше двух лет. Нет, вообще нет. Даже то, что я сейчас делаю, после обучения, вот, когда я делала в начале нашего обучения, начала тоже волоски делать. Угу. Сейчас я их вижу, они тоже уже нет. Вот, последнее, что я делала, модель, вот там я уже понимаю, что это уже ближе всего к тому, что должно быть и чему мы учимся. Слушай, знаешь мне что, я тебе скажу честно, что вот твои первые волосковые я тоже такие делала. Вот в самом-самом начале я просто вот так вот их все рисовала вверх, слегка изогнув. Как бы это, ты ускоренно прошла путь, в принципе, ну и мой тоже, просто ты очень сжато его прошла. И я даже помню, вот что-то типа такого я тоже делала много лет назад. И я помню, мне написала одна из моих вьетнамских будущих студенток, именно в Вьетнам, она сказала, это мне так нравится, я хочу изучить эту технику тоже. Это гребень дракона, это так красиво. Я такая, так, блин, мне надо что-то менять, гребень дракона. Вот эти вот какие-то скелеты рыбьи, что ли, да, вот это вот такое вот. Так, давай теперь полистаем. Да, надо было перебрать, конечно, работы, что здесь так. Вот это когда ты сделала примерно эту работу, например? Это месяц назад. Вот, кстати, по Марго хочу сказать, что это вот как раз та студентка, которой в Инстаграм я залезла и думаю, да ладно. Ну, то есть, если бы я не знала, не видела ее работы, которые она в чате выкладывает, я бы подумала, что она брешет, что там работы, которые выставлены в Инстаграме, я же тебе, да? Или я же не вру, я тебе писала это, да? Я была в ужасе от того, как сильно изменились формы, как сильно изменились. То есть у нее, почему-то я не видела там ни одной волосковой, у тебя были растушевки выложены. Ну, может, я не все смотрела. И они были какие-то, какие-то то ли фото не очень, то ли пятнистые, то ли что. Я не могла понять. Короче, был такой большой контраст между тем, что ты показывала в чате и между тем, что ты, так, сейчас, что ты выставляла у себя в Инстаграм. Ладно, давай пролистаем просто по порядку. Вот эти работы, это до курса? Да, да, до. Это вот эти вот связки длинные, длинничие, где волоски идут. Ага, волосок, когда длится километр. Да, это уже слопец. Я вот сейчас это вижу и понимаю, что бы я могла бы сделать. Да, я понимаю, о чем ты. Так. Сейчас дойдем до работ, которые на курсе. Ну да, вот это, когда не знаешь, где соединить эти волоски, не поймешь. Я проходила это, я очень тебя хорошо понимаю. Вроде уже и волоски, а вроде какая-то вот, ну что, да, такое. Вот сейчас бы ты... А, кстати, что ты будешь делать с этими клиентами? Будешь их вылавливать, что-то изменять? Потому что здесь можно изменить, можно дорисовать, пустоты закрытия, акценты проставить. Да, я нашла несколько, ну как несколько, двоих я нашла. Хочу, чтобы они подчистили. Вот, и сделать всем новое. Угу. А, так, а вот это ты присылала как? Это зажившая моя растушевка. То есть вы нам многие сказали, что я очень плотно укладываю ее. Вот, но они вот так вот у многих заживают. А чем ты работаешь, какими пигментами? Вашими. Ага. Я вот как только вас увидела, я тут же начала пользоваться вашими пигментами. Все, класс. Так, вот это я помню, это уже с курса. Причем сложная такая, сложные брови у девушки. Причем она их походу выщипала. Даже есть вариант, что она их отрастит, да? Мне кажется, она поверх ущипала даже. Да, она их подщипывает. И ты зажившие выставляла? Ну, я показывала. Ты зажившие ее не скинула мне, да? Там тоже хорошая работа прям зажившая. Не скинула, да, там зажили они, ну, почти везде. И эта девушка очень сложная. Посмотрите, какие брови и как близко посажены. И она хотела сохранить, да, я помню, всю эту ширину. Да. Угу. Да, ты молодец. Так, вот это та же сбоку дорисовывает. Ну, как бы прогресс очевидно и очень хороший. То есть ты от схем ушла. Ты рисуешь полностью эскиз, как я учу, да? Сейчас я не пользуюсь ничем, никакими ниточками. Я просто могу подойти и сделать их. А, кстати, до курса ты рисовала вот эти вот рамочки с нитками? Нет. Я нитка. Я подходила, нитка вот, отмечала вот эти точки. И вот именно по точкам напыляла. Получается, во время обучения ты научилась просто видеть, как без ниток нарисовать эскиз симметрично подходящий лицу, вот, да? Да, я научилась не только делать волосок, любой волосок, который остаётся чётко. Может, чётко, ну, то есть я понимаю, как я его положу и как он останется. Но я научилась видеть, где должна находиться бровь полностью по анатомии, вообще по всему. То есть я вижу уже иначе, не так, как было изначально. То есть есть точки основные, вот, как учили, да, всегда. Вот им, то есть ты по ним ведёшь, и как бы неважно, подходят они, не подходят ему. Вот, то есть как бы ты делаешь по нему, и какая-то вот слепота была. Сейчас её нет, я могу просто подойти и сделать эскиз. Супер, здорово. Так, вопрос такой, такой странный. Мне, кстати, искусственный интеллект писал вопросы, я их всё хотела исправить, но так и задаю, как есть. Какой аспект волоскового метода вам больше нравится и почему? Такой дурацкий, слушай. Давай так, что именно тебе нравится в волосковом методе, и будешь ли ты продолжать делать растушёвки дальше? Или ты вообще только в волоски уйдёшь? Я от них ухожу, я делаю их всё меньше и меньше, потому что, ну, бывают люди приходят и говорят, я там хочу, ну, чтобы было именно напыление. Это, я думаю, потому что они не совсем понимают, и у меня не всегда получается им объяснить, как на самом деле будет это выглядеть, и что это лучше. Вот, потому что, ну, я думаю, что это всё-таки от их окружения зависит. Вот они видят напыление, одно и второе, и хотят именно напыление, чтобы было видно. Вот. Чтобы было видно, за что они заплатили? Да, но чтобы сначала брови заходили, потом они вот так. Слушай, а вот ты живёшь в небольшом городе, да? Тебе приходится воевать? У тебя много клиентов, которые хотят вот какие-то безумные растушёвки, вот с чёткими линиями, или у тебя нормальный клиент? Чёткие линии я не делаю уже, то есть, либо мы делаем так, как я делаю, либо не делаем совсем, но таких уже очень мало, то есть, в большинстве я делаю волоски, то есть, они видят волоски и вот хотят их. Я показываю им на планшете. Получается, что даже в маленьком городе ты находишь прекрасно клиентов, которые хотят делать вот реалистичные настоящие брови, потому что мне многие говорят, ой, все клиенты там в глубинке, в маленьких городах, они требуют, они хотят, их не заставишь. То есть, это не так. Нет, я им показываю, как могло бы быть, кому-то делаю эскиз на планшете, кому-то говорю, давайте я сфоткаю ваше лицо, сделаю эскиз, вам скину, всё окей. Даже у меня два человека, они пошли именно на удаление, а сейчас ещё двоих я слёзно умоляю удалить татуаж, чтобы не делать напыление, а именно волоски, потому что у них там они когда-то делали лет пять назад. А вот эта женщина, смотри, здесь, это ты ей накидала одну бровь, эскиз, чтобы показать, как это будет выглядеть. Да, это эскиз, но я забыла сфоткать до. Ну, тут видно вторую, пустую. Там какой-то старый остаток, причём холодный, да? Да, там есть синеватый такой, холодноватый остаток. Ну, мне кажется, вообще очень круто работает, когда ты именно посадила эскиз, нарисовала. То есть, теоретически можно вот так показать, как будет выглядеть растушёвка на одной стороне, и на другой стороне настоящая бровь. Как бы нормальный человек выберет. Я даже уже не делаю, не показываю, как будет выглядеть растушёвка чистой волоски. И они, да, вот что-то. А, сразу согласен. Но все хотят сузить их, да, поуже, поуже. А мне всё хочется пообъёмней. Ну, я тебе скажу, ну, помнишь, да? Пообъёмней это когда их не пугает, когда у тебя периметр лёгкий. Ну, когда это прям вот большая разница, и всё, они будут соглашаться. Когда я делаю эскиз, они видят эти объёмные, потому что я делаю тёмным карандашом, потому что он чётко оставляет линию. Вот. Но я им на планшете показываю, как выглядит эскиз, и как на самом деле они понимают, что у них не будут такие толстые, объёмные крови. То есть, они будут уже намного. Легче и воздушнее, да? Так, где наша эта вот красавица? Да, она очень довольна. И тоже ты её зажившую показывала, я помню, да? А мне не скинула. А это что за прекрасные брови? Такое ощущение, что их ей прям в фотошопе изменили. Слушай, это прям суперсложная работа. Обалдеть. Она хотела узенькие. Вот. Мы добавили только начало, я больше ничего не меняла. Но зажившую она мне так и не показала. Я всё пытаюсь с ней связаться, а ей всё некогда. Вот. Она должна, кстати, хорошо зажить, судя по коже. На такой коже каждый волосок заживает обычно хорошо. Да, он на неё очень хорошо взялся. Да, сложная работа, сложное исправление. Такой класс. Молодец. Так, это девочку мы видели. Вот и эта женщина прекрасная. И тоже ты мне, кстати... Это первая на ней работа-то. Но есть же ещё вторая, она ещё лучше. Где она? Почему ты мне её не прислала? Она лучше, да. Но там, когда Саша задавала домашку, она сказала, что всё-таки я немного сделала их тяжёлыми. Нет этих акцентов. Да-да-да. В этом плане здесь поинтересней. И за счёт того, что та ярче... Но ты же видишь, здесь остаток маленький, ты ярче сделала. Тут как бы всё логично. Тут, Павел, а лучше именно потому, что у тебя периметр такой вот, как должен быть, мягенький, прозрачненький. Да, я должна была и там точно так же оставить, а не утяжелять их. Так, это у нас тоже эскиз, да? Это эскиз, да, это я запомнила. Класс, молодец. Какие были сложности во время обучения? Расскажи, пожалуйста. Прям молодец, горжусь. Сложности были на каждом шагу. Давай, давай, рассказывай. Даже не знаю, как сказать. Ну, вспомни с самого начала. Застряла ты... Помогала, помогала. Застряла ты вместе со всеми на формах, на том, где бровь должна сидеть. Причём тебя тоже похвалю, у тебя прекрасные свои брови, слава яйцам, ты их не трогала, и они у тебя на месте сидят, и волосатые, и идеальные вообще. Класс. Спасибо. Да, с этим были сложности, и когда мы начали это делать, Саша показала, что они должны быть ниже. Хотя ваше видео, оно понятное, но не хватало вот этого, когда ты сам сделал, и тебе показали, что они ниже. И вот когда она показала, я поняла уже тогда. И больше у меня не было с этим проблем никаких. То есть, ну, без куратора сложновато, да, получается, было бы? Очень сложно, да. Это, понимаете, вот когда я начинала, я только вот ваше видео смотрю, как бы всё понимаю. Начинаю делать, окей, ну, неплохо, да. А именно вот ошибки, показать на ошибке, вот это очень важно. Не хватает скиллов, чтобы понять, где именно ты ошиблась, да? Да. Так, дальше, что ещё у тебя было? Какие сложности? Ну, вот, слишком объёмные я делала. Саша часто говорит, что я делаю плоские достаточно. Очень много волосков. Всё-таки между ними надо оставлять воздух, чтобы оно не оказалось напылением. Чтобы они не сливались. Ну, слушай, задачи разные ты научилась решать, правильно? И когда надо полупрозрачно, и когда надо реально плотно, потому что это тоже особая наука, сделать плотную яркую бровь, которая, если пучок свой, правильно? Да, вот от этой я кайфую, потому что тут действительно я довольна. Есть моменты, где не хватает насыщенности. Вот в изломе там я не добавила, не слила пучок нарисованную. В целом я вот очень довольна этой. Но тут очень сложная форма, и вот те самые волоски рельефные, которые вот все не любят, и я не люблю на самом деле, с которыми сложнее всего работать. Да, тут есть еще над чем поработать на коррекции, но прям, прям молодец, огонь. Класс. Я не ожидала, что я так научусь. Я пошла учиться, еще я не думала, что с вами когда-то увижусь так. Так, амбассадором будешь? Слушай, ну ты созрела уже. Тебе просто я предлагаю уже амбассадорство. Ты красавчика, молодец. И куратором на следующих курсах, когда мы уже активно начнем их продавать. Прям, как думаешь, справилась бы ты быть куратором? Я думаю, мне надо несколько напутствий хотя бы, потому что я там, я-то вижу, вот, а надо же еще понять, как объяснить вот эту вот проблему. Школу по обучению надо тебе пройти, да? Да нет, нет, не обязательно. Хотя бы там пару бесед о том, как объяснить, потому что даже не стало, как сказать. Ладно, с этим поможем, не переживай, боже мой. Тут главное, знаешь, главное уметь делать. Почему я не набирала там огромные толпы мастеров на обучение и быстро там за два дня закрыла прошлое обучение, потому что, ну, как бы, я сама не хотела заниматься, у меня есть чем много всяких проектов и дел, чем заниматься. А куратор был один, и вот она с большим трудом с вами справлялась, но теперь я могу смело набирать больше людей, потому что есть люди, которые умеют. Другое дело еще там, знаешь, найти общий язык, правильно объяснить, но это уже мелочи, это уже мы поможем, расскажем. Очень круто учить кого-то, помогать кому-то, потому что ты начнешь прям видеть свои ошибки, какие-то недочеты прям вообще молниеносно, поняла? Потому что я каждый раз, когда кого-то учу, сама такая думаю, опа, и вот здесь что-то новое взяла, и вот здесь что-то новое взяла, поэтому это очень классно. Так, а ты живешь в 400 километрах от Москвы, ты обучающий мастер, или ты просто мастер, который вот работает с клиентами? Нет, просто мастер. А планируешь обучать, например? Пока нет. Не думала об этом, да? А какой у тебя ценник в твоем городе? 3500. Ух ты, у тебя еще и цена невысокая получается. А средний ценник по городу у вас на процедуру? Ну, где-то 4-5. Прикольно. Немного. 5-6. Прям тебе есть куда расти. Значит, тебе надо что-то там проверить в своих... Знаешь, по модели 100 баллов, помнишь, то, что мы постоянно говорим? Где у тебя дыры? Потому что работы у тебя классные, а у тебя были проблемы с фотографированием, безусловно, как у всех, да? Ты работаешь над этим? Ну, потому что, как бы, рассказать о своей работе... Сарафан есть у тебя, или ты рекламу там фигачишь? Как это у тебя работает, расскажи. Нет, пока только сарафан. Ничего не выкладывала. Ну, как бы, это же круто. Слышишь, ты так говоришь, как будто оправдываешься. Пока только сарафан. Сарафан – это самое лучшее, что с тобой может случиться. Если постепенно к тебе пойдут твои же клиенты, будут готовы платить больше, рассказывать о тебе другим людям, и ты вообще не будешь пользоваться никакой рекламой, это же просто идеально, перфектно. Вообще. Так. Что ещё за спросить? Какие были впечатления от преподавателя или инструктора, как они влияли на ваше обучение? Ну, ты, в принципе, уже сказала, да? Как тебе было, знаешь что? То, что мы не пропускаем дальше, пока ты не пройдёшь вот идеально этот урок, вот конкретный. Ну, так и должно быть. То есть ты согласна? Ты не была в тех рядах, кто там, помнишь, у нас забастовки устраивали, говорили, «Откройте просто мне все уроки, я сама решу, как мне дальше быть, какой урок смотреть, как делать?» И они у меня все были пресечены. Но ты не была, да, из этих? Знаешь, что скажи мне, сколько часов в день примерно ты занималась? Ты много тратила времени на обучение? Ну, у меня маленький ребёнок, вот, она, конечно, занимает очень много времени. Вот, я в основном сидела ночью, там в 9 часов ложила спать её, и часов до 5 утра вот так сидела. Так, подожди, а днём потом работала? У тебя же утром ребёнок просыпался, это как вообще? Да, но если на следующий день мне там никуда не надо было, иногда муж помогал. Вот это поворот. То есть в выходные дни он сидел, а иначе у меня никак не получалось. Либо у меня люди, либо я уезжаю куда-то. Обалдеть. Ну, а сколько часов в день примерно, ну, в сутки ты занималась? Ну, часов по 7. Ух ты, слушай, а скажи мне, знаешь что? Ты, если бы училась, если бы тебя освободить полностью от всего, от ребёнка, от работы, за какой срок ты бы прошла точно этот курс? При вот твоём этом усердии? Ну, мне, допустим, показались мне несколько, некоторые задания, они очень растянуты, если их сжать. И если бы проверяли задания день в день, то 3 месяца вообще достаточно было бы. Ну, опять же, есть тот момент, когда ты сделал задание, и оно должно у тебя усвоиться. То есть не только сделать всего, но ещё и усвоиться. Поэтому я даже не знаю, либо 3 месяца, либо 6. Окей. Но мы решили, что и 3 хватит на самом деле, потому что я вот в этом уверена. Потому что если даже 2 месяца будут говорить, мне не хватает, я почти бы успела, и заканчивали бы за там 2,5. Ну, люди так устроены. Да, но я бы всё-таки хотела сжать несколько вот заданий. Да, мы это сделали. Вы же у меня были первые такие, на ком, как сказать, опыты проводились. Да, да, да. Вот они тянулись, и если бы они не тянулись, и день в день бы сдавали, проверяли задания, то было бы намного лучше. Ну, намного быстрее бы это всё шло. А ты имеешь в виду, наверное, там есть некоторые такие повторяющиеся, когда в общем похожи, да, уроки, но вот там в другую сторону рука должна рисовать. Ты знаешь, на них скоро застряло тоже людей? То есть это вот, если бы я их сделала более сжатыми, ну, вот совсем бы убрала какие-то, я их, я подозреваю, что вообще там не дошли бы до конца многие. То есть это же в силу способностей, да, усидчивости у многих людей. Но я, безусловно, этот курс пересмотрела немного, сейчас который новый начнётся. Вы у меня были подопытные кролики, так сказать. На вас откатывали. Как оно будет? Так, что ещё у тебя бы мне спросить? Какие бы ты дала советы тем, кто собирается обучиться волосковой технике? При том, при всём, что ты несколько лет уже работала, получается, у тебя было не очень с формами, но ты чётко уже понимала, на какой глубине, то есть я вот тебя не увидела заглубления, каких-то засаженных, то есть у тебя заживало всё хорошо, да? Они есть, да, были в начале, но сейчас их почти нет ни у кого. Какие ты дашь советы тем, кто собирается только обучаться волосковой технике? Ну, если они идут учиться, чтобы они именно учились, отложили все свои дела и учились. И максимально быстро прошли, да, максимально всё усвоили. Мне ещё, знаешь, что кажется сейчас? Знаешь, когда очень долгий курс, вот этот курс был годовалый, да, и многие мастера начинают уже там делать классные волоски, классное всё, и вообще забывают формы. Я их откатываю назад, говорю, смотрите, вот вы позабыли. Ну, то есть оно как-то всё растягивается, сопли вот это на год растянулись по стеклу, и, видимо, ещё практики немного. Ты постоянно работаешь? Сколько у тебя клиентов в день примерно? У меня сейчас маловато. Ребёнок маленький, да, тебе мешает? Да, я то, что вот в сети не выкладываю много. Я сейчас выкладываю посты с волосками, но что-то на них пока немного внимания. Вот, мало кто пишет. Я вот сейчас пока думаю, в чём дело. Может быть, я как-то не так показываю. Ссылку на него, да, нет? В Инстаграме или ВКонтакте. Да, ты скидывала, Маргарита, по-моему, орёх. Тебе надо... Ну, знаешь что, сейчас с Инстаграм... ВКонтакте тоже выкладываешь всё параллельно? Вот я сейчас ВКонтакте больше выкладываю. В Инстаграм всё больше умирает. Ты понимаешь, у меня были какие охваты безумные, буквально. И вот каждый раз я веду какие-то прямые эфиры, там ещё что-то, я вижу всё меньше, меньше, меньше людей. Плюс с Инстаграма какая-то прям тоска-печаль. Так что тебе... Да, я сейчас больше выкладываю ВКонтакте. Выкладывала в публичном сообществе, там, где модели набирают тоже немного охватов. Тебе надо как-то о себе громко заявить, слушай, с изменённой техникой, с такими работами. Хоть у тебя сарафан работает, и даже ты не вела практически Инстаграм, он у тебя подумер. Ну, как бы, ты же понимаешь, когда ты долго не ведёшь, не выкладываешь работы, а тебе забывают, от тебя отписываются, это плохо работает. Тебе надо о себе заявить, чтобы ты прям полыхнула. Слушай, ну, конечно, максимально много ты бы зарабатывала в большом городе, где-нибудь в Москве. Но не вариант, да? Да, это я знаю. Не вариант, жалко. Ну ладно, ну ладно. Можно ей... Я всё время Кристину Черненко привожу, в пример нашего амбассадора. Она, кстати, волоски делает меньше, чем растушёвки. Почему-то вот у неё всё-таки растушёвки, губы, там, глаза. Но она в самый дорогой мастер в своём городе. Невиномыск, вот такой маленький город. И зарабатывает вполне хорошо. Так, что ещё? Ну, скажи мне что-нибудь, что ещё там интересного? Ну, я вот иногда поглядываю на амбассадоров, и вот они не делают так волоски. Даже та же самая Таи я вот часто вижу, когда она делает волоски не по направлению своих. Почему так? Потому что они же не мои работники. Я же не могу их заставить. Они просто крепкие мастера. Кто-то вот хочет... Вкусы разные у всех, понимаешь? И я уверена, что какое-то количество мастеров скажет, да нет, схемы же красивее. Их же видно, они же такие красивые. Они так сплетаются, переплетаются, и вот это вот всё. Я думаю, на каждого... У нас куча амбассадоров, которые вообще даже не пытаются делать волоски вот такие реалистичные. Я думаю, что надо что-то типа новой моды на естественные брови ввести или что-то, знаешь, сделать это дело популярным. Потому что люди такие, они как... Куда ветер подует, туда все и полетят. Поняла? Заставить я никого не могу. Меня тоже спрашивают, почему все ваши амбассадоры не работают как вы. Ну, потому что у них свой вкус. Потому что они где-то там живут, где их клиенты хотят чего-то другого, может быть. Но вы даже, судя по тебе и по другим мастерам, которые начинают работать и делать настоящие брови, которые как свои именно, это вот начнёшь выставлять, и они пойдут. И потом они другого от тебя и хотеть не будут. Просто какой-то этот маховик должен закрутиться. А, и, кстати, я вот уже так долго мы с Марго разговариваем, я так и не сказала. Если вам интересно попасть на этот курс, то ставьте плюсик в описании к этому видео и в комментариях. И вам бот пришлёт все пароли и явки, как попасть на курс и сделать такие же классные работы. Слушай, знаешь, что Марго тебе скажу? Я не знаю, какая ты в жизни. Ты что-то типа меланхолика или ты сейчас в обмороке? Просто расскажи. Не, я всегда такая. Да? То есть такая спокойная, да? Да. Псичная, видимо, да? А как ты с клиентами общаешься? То есть где-то вот по модели стабалов у тебя где-то дыра. То есть ты либо не договариваешь что-то, либо вот они должны от тебя в восторге уходить. А ты такая прям молчишь всю процедуру, небось, да? Я, да, люблю помолчать. Я включаю музыку, и они спят у меня. А потом просыпаются уже сразу красивыми. Важно общаться с клиентами, важно болтать, важно их разговаривать, важно даже, знаешь, вот я об этом постоянно говорю. Нет, я общаюсь, полностью общаюсь, объясняю от и до. Как, что, зачем, для чего вы это делаете, почему, что мы делаем. То есть сажаю постоянно, я всё объясняю. Но вот когда именно делаю, я молчу. Ну, кстати, достаточно тяжело говорить, когда болтаешь ты или клиент, тоже я помню по себе. Особенно если кому-нибудь разговариваешь, потом не остановить это дёргание лица, вот это всё, которое мешает работать. Да, они начинают общаться, начинают истории бесконечные. Вот, особенно когда волоски, там, конечно, лучше не шевелиться. Ну ладно. Ну что я могу сказать? Спасибо тебе, что ты рассказала про свои сложности, трудности. Хоть ты и зарабатываешь больше супруга своего сейчас, просто у тебя потенциал гораздо больше, тебе просто надо, ну, работать, работать, работать. Не знаю, как заявить от себя, чтобы все увидели, как созвать клиентов. Как бы они есть, но сказать то количество, какое хотелось бы, нет. Возможно, неужели это из-за того, что я не выкладывал рейс в это видео? Это же не может от этого быть. Слушай, ну вот с Димой мы разговаривали, когда ты долго работающий мастер, ты уже не должна привлекать никак вот путём, знаешь, заигрывания с клиентами. То есть, когда ты снимаешь рейсы, которые привлекают клиентов новых, это что-то типа рекламы на самом деле по отношению к твоей работе. То есть, самое важное, с чем ты должна работать, это удовлетворять на 100% желание твоих клиентов. Даже не на 100%, а сарафан круто работает, когда это 100% и выше, 120% условно. То есть, им нравишься ты, им нравится то, где ты работаешь, им нравится, как ты работаешь, им не больно, им красиво сразу после, им красиво после заживления, их ожидания совпадают и с реальностью, которую ты даёшь, или превосходят её даже, вот тогда создаётся сарафан. И на самом деле, если ты сейчас там полыхнёшь, рекламы, например, к тебе пойдут. Ну типа можно стимулировать, но на самом деле самый классный и мягкий способ. И возможно, кстати, у тебя ещё маленький ребёнок, если ты сейчас польёшь рекламой, и к тебе пойдут ровными рядами клиенты, ты будешь метаться, разрываться, кого-то относить, ребёнок заболел. Это тоже, ну короче, плавно, мягко, ребёнок подрастёт в течение года полутора, у тебя появится больше свободного времени, и за это время твои работы станут ещё лучше, и за это время твои клиенты привыкнут к тому, что ты делаешь, и они приведут своих друзей, родственников. Вот этот сарафан плавно и мягко у тебя сам с собой случится. И повышение цены тоже. То есть, как только ты видишь, что у тебя запись на плотное, на полторы недели вперёд, не на месяц, не на полтора, это уже всё, ты уже теряешь клиентов, потому что они должны иметь возможность записаться прям вот, причём она должна быть разреженная. Ты чуть-чуть повышаешь цену, на 100 рублей вообще, ерунду, но только когда у тебя есть запись наперёд, вот такая небольшая, и когда у тебя есть окошки, буквально завтра записаться. А если, например, ты работаешь на выходных, ты можешь в два раза больше цену сделать. Вот прям не стесняться. Таким образом, естественным путём ты повысишь мягко, у тебя будет плотный, такой здоровый сарафан, когда у тебя достаточно разряжено, но тебе каждый день звонок, я хочу записаться, когда в ближайшее время ты говоришь, либо завтра там в 11, либо там через полторы недели вы можете, ну, даёшь им вариант вот эту вилку. Это самый правильный вариант. Просто ты сейчас, я просто была в ужасе, правда. Я не заскринила твой аккаунт, когда я пришла и увидела классные работы, которые ты выставила, последние, и прям вот некрасивые, откровенно, которые были. Хотя вот ты сейчас мне поприсылала, а не даже получше, чем то, что у тебя там, это, видимо, из телефона мне поприсылала, да, что-то? Да, всё, что нашла, потому что те я все удалила, когда вы сказали, что надо удалить. Инстаграм, который может отпугнуть. Ну, то есть ты им совсем не занималась, а то, что выкладывала, было прям вот... Там ещё и качество фото, то есть там они сбоку где-то непонятно, надо же фоткать вот так, вот. И постепенно, я не знаю, лишь бы не загнулся инстаграм, ну, ты везде делай примерно одинаковые вещи, потому что все коллажи там и прочее. Рилсы ты тоже можешь делать, но не такие, которые, как я, да, когда тебе начинают там... Ну, если есть время, делай такие, ради бога. Делай просто информативные видео, как фото, так и видео, как твои клиенты изменились, и как они похорошели, вот это вот всё. Это единственное, что тебе надо делать, чтобы органически так и по-здоровому расти. Всё. И есть другой вариант, когда ты такая, так, всё, я так сделала со вторым ребёнком, я решила, что я дома сидеть не хочу, я решила, что у меня будет нянька, у меня будет домработница, там за меня будут готовить, убирать и всё прочее, и я полностью ушла в работу. Если ты такой вариант выберешь, тогда можно, да, возможно, полыхнуть рекламой, чтобы те клиенты набежали, и от них уже дальше пошёл сарафан. Самое главное – её быстро выключить, поняла? Чтобы у тебя не было ощущения, что как у наших мастеров в студиях, когда они лежат как крокодилы с открытым ртом, а клиенты к ним падают, и они просто считают, что они такие классные. То, что реклама, она всегда у тебя адекватность убивает. Клиенты же идут, что я буду с ними общаться, что я буду там совсем классные работы делать, вылизывать их там, хорошо фотографировать, когда они и так идут. Поняла? Но это только, что ты решишь не быть мамочкой, которая с ребёнком сидит, а решишь зарабатывать много денег. Возможно, твой супруг тебе станет помогать. Я вижу постоянно, что семейными становятся бизнесы, где муж такой, так, что-то я не понял, ничего себе, как классно, и можно вот там больше заработать. И не то, чтобы тебя сделать рабыней, чтобы ты с утра до вечера работать, а возможно, ты начнёшь кого-то обучать со временем. Возможно. Возможно, ты себе возьмёшь там парочку мастеров, их обучишь, и станешь тем более свободна. То есть они у тебя работают, а ты контроль осуществляешь. Но тут уже как раз помощь супруга, она почти всегда необходима, чтобы ты не превратилась в мужика с яйцами, и чтобы ты не начала там над мужем командовать, потому что, что ты тут мне советы даёшь, я больше тебя зарабатываю, чтобы вот этого не было. У женщин-мастеров, которые зарабатывают больше мужчин, есть такой риск превратиться в мужика с яйцами, и семью вообще разрушить. Поэтому тут баланс важен. Ну вот мы же начали обучение в мастерство плюс сарафан, и так как я углубилась в волоски, у меня не было возможности прям так точно делать сарафан. Я его делала, да, мне муж помогал, вот, но сама я в это не углублялась. Я понимаю, что мне надо самой его полностью от начала и до конца опять пойти, что-то поменять и что-то понять, может, что-то не так. Вот, и может тогда что-то лучше будет. Если я сама уже углублюсь в сарафан, как там Дима всё пишет, все эти задания выполнить, как положено. Я хоть их и делала, но меня не успевало, мне не хватало и на то, и на то. Получается, это слишком много, да, информации? И там надо откатать, и здесь что-то вообще совершенно... Это чисто для меня, потому что у меня дома было куча дел. Вот, у меня у всех же есть маленькие дети. Вот, опять же, надо как-то было мне лучше подготовиться к тому, что если я учусь, я учусь. Надо было всё вкладывать туда. Няньки нет у тебя? Нет, пока. Ну, ты я прям... Это, это, наверное, просто потому, что тебе 25 лет. Это у тебя ещё хватает. Я бы уже померла просто. Ну, я всё надеюсь на бабушек с дедушкой, но им всё некогда. У них тоже свои магазины, некогда им. Слушай, нет, вообще не надо на них надеяться. У них своя жизнь, и ты ребёнка себе родила, они только на выходных радоваться должны, знаешь, там, часовым встречам. Няньку, это выход, няньку, причём, чтобы она ещё там готовила и убирала в свободное время, когда ребёнок спит. И всё, ты выдохнешь, ты поймёшь. Вот, даже, вот, это прям реально мой совет тем, кто собирается, потому что перманентный макияж осваивают многие мамы в декрете или там на выходе почти, как и я когда-то тоже. И ты не знаешь, ты захлёбываешься, вроде клиенты идут, а вроде надо с ребёнка из садика забрать, а вечером всем клиентам удобнее всего, и ты вообще разрываешься. Если вы собираетесь учиться, то вот прямо заботьтесь, там, на третий месяц наймите себе няню, даже если вы потом это не будете уже делать, использовать. Но мне кажется, тот, кто попробует няню, он уже просто не сможет без няни жить. Это просто, это волшебно просто, когда ты свободен, когда ты можешь заниматься, ты в спортзал можешь пойти, к косметологу можешь пойти, денег больше заработать, как бы, ребёнок не вспомнит, кто ему жопу мыл в год. Вот хоть ты тресни. Ну, у меня сейчас такое, это как «я ж мать». Как-то очень хочется мне всё-таки положить от себя, посусюкаться, да. Да, тогда, если вы собираетесь на наш курс «я ж мать», вы в статусе «я ж мать», то вам надо понимать, что тогда придётся не спать по ночам, или вы не дойдёте курс до конца, потому что, ну, это непростой курс, скажи. Это прям сложный, прикладной. Да, это очень сложный. Очень сложный. Ну, я получила. Да. Говори, что ты хотела сказать. Я хочу сказать, что я получила максимум удовольствия, и то, что я умею сейчас, я бы нигде больше не научилась, только у вас. Я это знаю, потому что никто такой информации, такой усидчивости, настойчивости никто не даёт. Спасибо тебе большое за комплимент. Я думаю, ты бы обучилась и гораздо быстрее, если бы, например, очно метнулась к Саше на обучение. Тоже вариант, да? Но для тех, кто не может полететь очно, или это дорого, или там, не знаю, время выделить в другой город, поехать. Возможно, да. онлайн самое то. Да. Я тоже забыла, что я хотела сказать. Ладно. Так. Тупёж наш отрежут, не переживай, когда мы тобой что-то забывали. Ну, в принципе, всё. Чё я могу сказать? Я рада, что у тебя всё хорошо получается. Я хочу, чтобы ты привела свой аккаунт ещё в лучший вид, потому что ты будешь нашим амбассадором, и должно быть всё в Афа упал. А ты работаешь нашими красками. А, кстати, минералы или гибриды? Чем ты в основном? Гибриды. Гибриды всё ещё? Минералы не пробовала? Минералы тоже прикольная штука. Ими надо тебе обязательно попробовать работать. Ну, всё. Спасибо большое. До встречи. Спасибо вам большое. До встречи. До встречи. До встречи. До встречи.